Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня 15 августа, блогер из Перми, сотрудник КГБ опальный Бессонов Алексей Борисович. Ну вот я на дачу пошел, пока есть время, немножко пару слов. Друзья мои, ну вот понятно, что будут войны, будут постоянные социальные, общество будет держать в состоянии, Владимир Владимирович, такое военное положение. Но тут не так все просто. Вы знаете, я уже как-то говорил об этом, что самая большая загадка 20 века состоит в том, что понять, на какие деньги Сталин делал индустриализацию. Довод о том, что это были деньги, там, зерновые, зерно продавали. Ну, проданного зерна хватило бы на два непрогресса, а таких припреди тысячами строили. И вот высказывают такое мнение историки. Пока что оно так не господствует в социальной, в исторической науке, но тем не менее, что такое была Вторая мировая война? Это была война двух Рокфеллера и Моргана. Та Рокфеллер проводил индустриализацию в России, а Морган в Германии. Потом мировая война, а потом снова восстановление. Тоже деньги и так далее. Если, кстати, вот вы... Что будет в пользу этой версии? Вот если вы внимательно будете читать Гитлера... Ну, у него, кстати, Майнкапп была одна эта. Но дело даже не в этом. Вот сам Гитлеру приписывают звериный антисемитизм. Согласен, да, это, так сказать, примитивная форма сознания. Ну, бог с ней. Ничего нехорошего нет нового. Но, если вы читали работы отца реформации Лютеранской церкви Мартина Лютера, там совершенно... Там антисемитизм поклеще, чем у Гитлера. То есть, по большому счету, Гитлер ничего такого, чтобы не было заложено в основоположники лютеранством Лютера, он не говорил. Он также говорил, что вся беда от евреев. Это же самое говорил Лютер. Поэтому, так сказать, обвинять его, говорить, что Гитлер родил антисемитизм, антисемитизм, это абсолютная глупость. То есть, все до него это было рождено, все эти идеи и так далее. Теперь, то есть, в пользу что? Все-таки, видимо, были какие-то негласные договоренности между Рокфеллером и Сталином. Да, что все-таки деньги. А, собственно говоря, вот сейчас вышла книга, там, пишут же, что действительно американские бюро... Но это не секрет, все тракторные заводы, это американские заводы. Причем, с конца 20-х годов американская фирма здесь проектировала эти заводы. Наши учили там специалистов. И, в общем, запускали, с учетом этого запускали процесс индустриализации. То есть, было понятно, что будет война, нужно было готовить Гитлер. Морган финансировал Гитлера, а Рокфеллер Сталина создавал две потенциальные группировки для того, чтобы они сшиблись на полях войны. А потом даже деньги на восстановление. В общем-то, вот, собственно говоря, банальные вещи. Причем, я вам хочу сказать, что... Ведь Гитлер же вопрос, окончательный вопрос решения еврейского вопроса поставил только в 42-м году, когда понял, что американцы не будут воевать вместе с ним против Советского Союза, да? Он понял, что его кинули. Да, поэтому тогда он заговорил об окончательном решении. Ну, а так, к его антисемитизму относились, в общем-то, достаточно прохладно. Почему? Потому что... Ну, еще раз говорю, антисемитизм в концепциях Лютера заложен. Там ничего такого нового. Вся Европа, все средние века, она занималась этим антисемитизмом. Это гнусно, конечно, подло. Я, конечно, против того, что людей определяли по расе национальной. Ну, из песни слотневеки. Поэтому, друзья мои, я думаю, что вот эти вот локальные войны, которые будут вести Путин, да, сейчас Украина, потом, видимо, Грузия, потом, видимо, Казахстан, какие-то операции, то есть его армия, что называется, будет набирать и темпы, мастерство. А дальше тоже будет план маршала, типа какой-то. То есть банки, иностранные банки будут, иностранные финансовые группы будут финансировать группу Путина. И сейчас, видимо, идет финансирование. Берут кредиты, берут, может быть, втихаря будут брать технологии, развивать свои. Где-то в азиатских странах для создания ВПК. А ВПК – двигатель всей экономики. То есть, фактически, ну, это будет, как и в 30-е годы, страна ВПК. Сталин тоже строил не тракторные заводы, а танковые. То есть, в случае войны он планировал и переделывал их в заводы танковые, да. Почему мы больше производили танковые? Ну, потому что Портон изобрел свою сварку, быстро-быстро сваривали, и как котлетки их там штамповали, чего Гитлер не мог делать. У него все-таки пантеры и тигры, они не на конвейер шли. Поэтому вот такая ситуация. Я думаю, что мы повторяем вот этот финансовый вариант, что эти войны локальные, которые будут продолжать все время правление Владимира Путина. Но это неплохо, не хорошо, это факт, с которым приходится считаться. Спасибо, Ваш Бессонов Алексей Борисович.